Всем привет! С вами Дмитрий Петров и футбольный регион на канале Губерния. 10 марта в Азове молодежка Крыльев потерпела самое болезненное в этом году поражение. Сверстники из Ростова отправили в сетку наших ворот три безответных мяча. В домашнем матче самарцы всерьез настраивались на реванш. Игра проходила на натуральном газоне, и волжане получили внушительную подмогу из основного состава. Впрочем, в молодежном первенстве Ростов, судя по всему, самый неудобный для нас соперник. За неделю до десятого тура чемпионата России по футболу среди молодежных составов в Самаре установилась по-настоящему футбольная погода. Матч решено было перенести на второе поле Металлург, где натуральный газон был уже готов к проведению игр. Теплый воздух и легкий ветерок создали наилучшие условия для игры. Наши гости, команда Ростов, более теплолюбивая по своему географическому признаку, явно чувствовала себя как рыба в воде, с первых минут завладев инициативой. У них очень хорошо поставлена игра в центре, они очень быстро контролируют мяч, за счет этого у них преимущество где-то в скорости было над нами. Но все же первыми острой атакой огрызнулись крылья. Пестричев после навеса с фланга головой расстреливал голкипера гостей Арсаева. Страж ворот не без труда пресек эту попытку открыть счет. Попеременно обмениваясь острыми моментами, соперники показывали достаточно скоростной и атакующий футбол. У гостей прекрасную возможность упустил бы и ромян. Полузащитник Ростовчан, прямо скажем, пощадил Вавилина и в стопроцентном моменте отдал пас в пустоту. Впрочем, не только гости отличались расточительством голевых моментов. Проход по флангу Нахлесткина закончился острым прострелом вдоль ворот Ростова, но приемов завершавший этот эпизод попал в штангу. Вскоре своим фирменным ударом из-за пределов штрафной попытал счастье Огнен Короман, но мяч буквально в нескольких сантиметрах разменулся со штангой. Первый тайм так и не порадовал самарских болельщиков результативностью, и отдыхать команды отправились при счете 0-0. После перерыва Александр Бабанов омолодил состав сразу тремя заменами. Касимов сменил Дикьяру, Быков Карамана, а на место приема его вышел Хазирапаев. Молодой форвард, как всегда, активно включился в игру, умело используя превосходство в физических кондициях, оттирал мяч от защитников и создавал себе отличные моменты для взятия ворот. Самый острый из них закончился ударом в перекладину. Как выяснилось позже, именно замены сыграли ключевую роль в этом противостоянии. Наставник ростовчан Игорь Гамула под занавес матча вместо хагбы выпустил на поле Андрея Демченко, который первым же своим касанием мяча открыл счет. А на последней минуте матча, заменивший в середине первого тайма Элсона Фалькау Артем Кулишев, точно пробил за пределы штрафной, поставив точку в этом противостоянии. Вот, конечно, игра-то, в принципе, равная игра. Такие игры обычно называют игра до гола. Кто первый забивает, кто-то и побеждает. В общем, к сожалению, первыми мы ошиблись. Хотя, в общем, у нас тоже были достаточно хорошие моменты. Конечно, обидно проигрывать такие матчи, обидно комментировать, когда внутри все кипит. Такую игру, в общем-то, нельзя сейчас проигрывать. Мы уже четвертую игру дома не можем выиграть. Две ничьи, два поражения. После десятого тура крылья Советов занимают шестую строчку в группе «Б» молодежного первенства России. Следующий матч «Самарская дружина» проведет 26 апреля на выезде с лидером турнира Нальчинским «Спартаком». Второй тур подряд лучшим футболистом Премьер-лиги по версии компании «Инстатфутбол» признан Александр Глеб. Такой вердикт вынесла специальная программа, которая учитывает целый комплекс показателей и раскладывает по полочкам все действия игрока на поле. Конечно, все понимали, что игроков такого калибра, как Глеб, в чемпионате России немного. Но то, что на подросшей травке игрок крыльев будет на голову выше всех, я думаю, мало кто ожидал. Впрочем, какова была бы цена этой статистики, если бы крылья не смогли добиться победы? С наступлением тепла на «Металлурге» возобновилась традиция предварять главный матч дня – встречи на мини-футбольных площадках. На этот раз в товарищеском матче сошлись сборные команды школы 96 и детского дома номер один. Дебют остался за воспитанниками детского дома. Они открыли счет в матче, но вскоре школьники инициативу перехватили, отыгрались и вышли вперед. Тренируемся, ребята все свои, со двора, играем в одной школе. Нам чувствуют такую энергетику теплую, потому что сыгранность большая у нас. Результат встречи для обеих команд не стоял во главе угла. Самые важные соревнования у воспитанников детского дома номер один еще впереди, и этот матч стал для ребят отличной подготовкой. Итог – боевая ничья 7-7 и счастливые лица мальчишек, которым впервые в жизни довелось сыграть в футбол на искусственном покрытии последнего поколения. Закончив свой поединок, ребята поспешили на трибуну, встречать выходящих на разминку футболистов своей любимой команды. Как и недели ранее, Андрей Кобелев выбрал атакующую модель игры с тремя защитниками и с двойным центром в нападении. Нам нужны победы. Поэтому, да, мы можем перейти в какой-то момент, в следующий уровень, исключая, что мы можем играть в четыре защитники, мы посмотрим по ситуации. Но дома, конечно, при наличии Глеба, при наличии Крониленко, второго нападающего, конечно, нам надо больше играть в атаку. Для крыльев встреча с Ростовом была решающей. Победа позволяла догнать соперника в таблице, поражение отбрасывала на шесть очков назад и фактически лишала возможности избежать стыковых игр. Волевая победу над Амкаром, несомненно, добавила нашей команде настроения и веры в себя. Руководство ростовчан перед поездкой в Самару устроило своим игрокам серьезную эмоциональную встряску. На посту главного тренера Сергея Блоханина сменил Анатолий Байдачный. Учитывая, что уровень соперников был вполне сопоставим, а ставки высоки, как никогда, именно настрой и психологическая устойчивость должны были стать решающими факторами в этом поединке. Готовы были сыграть за свою команду и трибуны, которые с каждым матчем заполняются все лучшее. За игрой крылья Совета Фростов вживую наблюдали без малого 16 тысяч болельщиков. И все они без исключения уже на третьей минуте матча оказались на ногах. Многоходовая атака волжан завершилась прострелом Свежова в штрафную. Жоэль остроумно пропустил мяч под удар Корнеленко. Сергей в касание поразил ворота гостей и рванул было к восьмому сектору. Да вовремя вспомнил, что самарские фанаты зимой сменили место дислокации. Вскоре увеличить перевес хозяев мог заметно прибавляющий от матча к матчу Жоэль. Конголезис великолепно исполнил все, кроме завершающего удара. И плите коси не пришлось вступать в игру. Если у кого-то к этому времени и создалось впечатление, что игра сделана, то оно было весьма обманчивым. Рикошет превратил вполне рядовую атаку гостей в голевую. Роман Адамов шанс, подаренный судьбой, не упустил и в очередной раз подтвердил Ринаме, главного специалиста по голам ворота крыльев. После того, как счет стал равным, игровой перевес снова перешел к самарцам. Но до перерыва счет так и не изменился. Едва начался второй тайм, как Ростов сам себе создал неприятности. Неоправданно грубый подкат к колодинам на чужой половине поля оставил гостей в десятером. Этим тут же воспользовался Жоэль. Но дебютный гол за крылья ему пришлось отложить до лучших времен вне игры. Оставшись в меньшинстве, Ростов пробовал угрожать нашим воротам лишь дальними ударами. Самарцы же, напротив, старались искать позиции для удара в чужой штрафной, куда разрезающими передачами доставлял мяч Глеб. Команда противника стала в обороне, и мы начинаем играть в гамбол. Тоже Паша Яковлев здорово отдал, Глеб отдал. Передачи вот эти, наконец-то, их раньше вообще не было. Если вы заметили, их вообще раньше не было, чтобы человек получил мяч возле штрафной и отдал тонкую передачу. Сейчас уже есть, а вот они. Поэтому их еще надо сделать больше. Ростову любой ценой нужно было получить паузу в игре. И на помощь гостям пришли самарские фанаты. Зачем нужна была дымовая завеса, да еще над воротами, в которых играет вратарь своей команды, понять невозможно. Впрочем, Веремко дыма будто и не заметил. Остался надежен, как скала. Ростов оборонялся самоотверженно, но без боев в защите гостей не обходилось. Корнеленко в третий раз отправляет мяч в сетку ворот плетикосы. Боковой арбитр неумолим, а в сайт. Лишь на последней минуте основного времени матча осада ворот Ростова дала свои плоды. Глеб отдает передачу в штрафную на Корнеленко. Сергей укрывает мяч корпусом и получает сзади по ноге от салаты. Максим Лаюшкин без колебаний назначает пенальти. К точке вновь подошел Корнеленко и, как неделей ранее, записал на свой счет дубль. Победа 2-1. Крылья остаются 13-ми, но догоняют Ростов по набранным очкам. Да и Терек совсем рядом. В следующем туре наши главные соперники играют между собой. А ведь грозницам еще предстоит визит в Самару. Теперь турнирная судьба крыльев полностью в руках наших игроков. Но расслабляться рано. 27 апреля самарцев ждет встречи на выезде с раненым зверем Спартаком из Нальчика. Судьба профессионального футболиста непредсказуема. Единицы проводят всю карьеру в одном клубе. О некоторых судьба забрасывает в такие уголки земного шара, о которых они и не слышали. Когда переезды случаются едва ли не каждый год, то положа руку на сердце многих профессионалов уже не интересуют, где именно они делают свою работу. Однако бывают и исключения. По приезду в Самару Жоэль Чебамба едва ли не первым делом попросил организовать ему экскурсию по городу. Что из этого получилось, расскажем в следующем сюжете. Сейчас укрыли в плотный график матчей, и тренерский штаб, чтобы не перегружать футболистов, ограничивается одной тренировкой в день. Таким образом, первая половина дня у Жоэль Чебамбы оказалась абсолютно свободной для прогулки по городу. Показать все достопримечательности Самары за один день, разумеется, невозможно. Поэтому мы решили начать с береговой линии. Благо, погода позволяла насладиться набережной в полной мере. Это самый новый участок набережной, одно из культовых для Самары сооружений «Ладья». Оно построено к 400-летию города. Здорово. А сколько всего городу лет? 426 в этом году. Это уже история. Ничего себе. А тут еще и пляж есть. Я раньше, когда на машине мимо проезжал, думал, что только гулять можно. Да ты что, сейчас еще просто вода холодная. Погоди, через месяц здесь яблоку будет негде упасть. А где же самарские красавицы? Мне говорили, на Самарской набережной много красивых девушек. Так и есть, но только вечером. Рабочий день ведь сегодня. Ладно, поехали дальше. Нас ждет площадь славы. Это какое-то правительственное здание? Да, это Белый дом. Красивое. Тебе знакомы фамилии Ильфа Петров? Это писатели, да? Они написали книгу про Остапа Бендера. Я слышал о ней, я знаю в общих чертах, о чем речь, но признаться не читал. Так вот, перед тобой монумент славы, который в Самаре в шутку зовут Паниковским. Это персонаж той книги, он там с гусем в руках бегает. Серьезно? Надо прочитать обязательно. А что это за выставка? Она посвящена женщинам Самары. Здесь представительница самых разных профессий. Наш город богат на таланты. А почему только женщины? Дискриминация. Вовсе нет. Выставки меняются время от времени. Наверняка следующее будет про мужчин. Тогда ладно. А там что? Вечный огонь. Он горит в память о тех, кто не вернулся со Второй мировой войны. 9 мая мы здесь будем отмечать День Победы. И ветераны придут. Их меньше с каждым годом, но многие еще живы. А почему на фотографиях везде одни женщины? Так мужчины на фронте. И снаряды, и самолеты женщины делали. В те времена Самара и стала авиационной столицей страны. И клуб наш в годы войны появился. В 1942. Знаешь, я читал об этой войне и картинки в книжках видел. Но здесь все совершенно по-другому воспринимается. Удивительно. А что это за храм? Святого Георгия Победоносца. Хочешь зайти? Да. Я же христианин, хоть и католик. В церковь не часто удается заглянуть. Хотелось бы чаще. Я там совершенно иначе себя чувствую, обо всем забываю. А это Самарский пивзавод. Его построил австриец фон Вакана в 19 веке. Сам Ян Коллер с нашего пива пробу снимал. Здорово. Это большой завод? По современным меркам нет. Но тогда это было очень большое производство. Вообще-то я небольшой любитель пива, но попробовать нужно обязательно. Вернусь к этому вопросу в выходной день. Куда теперь? О, самое время вернуться к истокам. Вот с этого места четыре столетия назад начинался наш город. Это, конечно, не та самая башня, но выглядело все примерно так. Тогда все было из дерева? Абсолютно. Пойдем прогуляемся по мосту. А чего в нем особенного? Так уж получилось. Наше прошлое совсем рядом с тем местом, с которым мы связываем будущее. Видишь, одна река впадает в другую. Это стрелка рек Волга и Самара. Это порт или что-то вроде того? Да, сейчас так и есть. Но к 2018 году здесь должен вырасти новый стадион для чемпионата мира. Вот это да. А это все куда? Просто снесут? Порт перенесут в другое место. Ты можешь представить, что через шесть лет здесь будет стадион? А почему бы и нет? Самара вообще отличный город для проведения чемпионата. Вам бы только новый стадион и дороги обязательно сделаться. Главное верить, что это возможно. Если все получится, ваш город по-настоящему расцветет. Спартак из Нальчика еще сохраняет теоретические шансы побороться за сохранение прописки в Премьер-лиге. Однако отрыв в 11 очков от 14-го места за 4 тура не отыгрывается. На своем поле нальчане будут играть уже не за турнирные очки, а за собственный имидж. Ведь если уж покидать элитный дивизион, то хлопнуть дверью хочется как можно громче. Впрочем, в следующем матче фаворитом и по игре, и по составу, безусловно, являются волжане. Все подробности матча «Спартак-Нальчик-Крылья Советов» смотрите ровно через неделю в программе «Футбольный регион». С вами был Дмитрий Петров. Увидимся на канале «Губерния», портале «Чемпионат.ком» и официальном сайте «Крыльев Советов». Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова